рада за всех у кого все задуманное получается я расскажу немного о своем вязанию который у меня как раз не получилось потому что не увидела я в общем и целом что у меня должно получиться и поэтому как-то я зависла я уже показывала пряжу эту в предыдущем виде будет идти речь о том что связала два кардигана почти значит один кардиган у меня получился с рукавами но до талии 2 кардиган у меня до низа и провязала но без рукавов потому что не первый не второй вариант а до этого у меня еще какие-то были там небольшие такие поползновения я так и не сложила отдельные части в целом не отдельно понравилась горловина отдельно понравился узор планочек отдельно понравилось как у меня получились рукава и как-то на этом все а нет еще мне понравились вытачки горизонтальная на груди ну обо всем по порядку это будет такой небольшой дневник если интересно оставайтесь со мной обсуждение в комментариях приветствуется меня реглан погон делаю расчеток пройдусь тут и в каждой петле сделаю разворот а по спинке я делаю разворот через 5 петель 5 петель развернулась пришла сюда одну петлю тут прошла затем дальше опять 5 петель после двойной и обратно сюда вернулась и так тут у меня будет задействовано 15 петель а тут три и с этой стороны точно также в сам погон я заходить не планирую поэтому спинку и перед я поделила пополам ну вот я уже и росток сделала у меня было три точки разворота по плеча и спереди 4 не сделала добавляю все как положено по по линии плеча добавляя в каждую в каждом ряду и сделала имитацию кетлевки хотелось бы чтобы уже с экспериментами было все хочу уже вязать набрать скорость и связать пока мне вот в таком варианте нравится я таки планирую чтобы она как бы не не смыкала не смыкались две полочки тут а плавно плавно как бы сходились к талии путилу я также дошла до талии сделала отверстие для для того чтобы шнур потом сюда вдеть ну вот как-то тоже я в нем не уверена все таки мне кажется широкий пояс будет как-то лучше смотреться общем пока поэтому я бросила и стала заниматься рукавами возможно после того как уже будут готовые рукава у меня это наведет на правильную мысль сбросила все набросываю нить рукава я решила сначала провязать рукав даже два рукава для того чтобы как бы с этим закончить и низ уже так понимать сколько у меня будет остаток и не вообще как бы по форме я все никак не могу решить что у меня будет внизу то сделать эту кулиску тут делать пояс делать отдельно либо пуговицы там делать в общем как-то я все все никак не могу определиться поэтому решила сделать рукава а там будем видеть перешла на перешла на носочные спицы потому что не сильно много петель получается и неудобно на укороченных совсем скорость вязания просто минимальная поэтому хотя спицы тоже не не очень они на этих спицах не так скользят как на вот обычных но все равно лучше быстрее получается вывязывая этот кардиган не просто с каким-то упорством хотела применить где-то айкорд я и по горловине сверху начинала причем мне просто не понравился видимо я так уже думаю что из-за вот этой неровности пряжи вот она очень грубо так смотрится прямо ну поэтому я отказалась вот уже как бы немножко хорошенько так и вывязала все и все-таки посмотрела что грубо и сделала такой вот имитацию фабричного единственно где айкорд у меня прижился это вот на планке теперь хочу то же самое сделать с рукаву но обратно распустила буду что-то другое думать тоже мне не нравится как рекорд смотрится при том что пряжа вроде толстая мне бы хотелось чтобы рекорд был такой весомый на рукаве и в связи с этим я поняла что скорее всего и по низу и по бокам он мне тоже не подойдет там где на разрезах то есть надо думать что я буду делать дальше внизу после талии еще раз хочу сказать о пряже она даже не то что карель колючая жесткая такая прям вот чувствуется это какая-то пропитка жесткая и мне кажется что если бы ее смыть она бы не было вот таким таким корябистое полотну такое да я возле себя держу постоянно перед глазами вот этот образец для того чтобы понимать насколько будет разница потому что время от времени у меня прямо руки опускаются но это такой вызов то есть надо вот обыграть пряжу и и какие-то нюансы превратить в плюсы не вот это нравится и я надеюсь что я как раз справляется этой задачей пока мне вот пока мне это нравится как это выглядит сейчас после двух рукавов которые мне кстати как раз очень понравились дальше у меня дело не пошло я перешла на другой кардиган который немного по-другому сделала горловину сделала прорези для пуговиц и на грудные вытачки и дальше у меня опять как-то все застопорилась это не значит что перед тем как вязать я не рисовала себе картину какой он должен быть но как-то в процессе мне что-то то не нравилось то не получалось то мне приходилось реагировать допустим на пряжу это и поэтому в постепенно у меня начальные результаты конечно очень сильно отличались у меня очередное распускание вот буду все это дело снимать сначала решила сделать разрезы по бедрам по бокам уже вот разделила их но что-то передумала я боюсь что вот эти разрезы будут некрасиво смотреться на бедрах хотела сделать спин по спинке длиннее сантиметра где-то на 10 перед по переду немножко короче но что-то я решила что может быть какой-то более романтичный решила что что-то другое в общем я решила для скосов я по спинке отметила от бокового шва 30 петель с одной стороны и 30 петель с другой стороны и буду укороченными рядами проходить по 5 петель я так планирую для того чтобы был скос от переда на спинку довольно такой ощутимый хочу чтобы был распустила я разрезы что ты не понравились они мне делать буду вот так и точно также от шва я отметила в другую сторону 30 петель это будет моя конечная . и укороченными рядами с шагом по пять петель я буду проходить через всю спинку постепенно переходя наперед и то последнее вот этой точке и еще один вариант у меня есть я показывала эту пряжу это мохер с полиамидом полиакривом цвет мне все также нравятся не значит пряжи в принципе тоже все нормально единственно что она не удивила немного в плане что она рвется достаточно легко вот так в общем то все все нормально здесь у меня реглан погон если видно очень мне нравится вот эти детали полочки вот эти тут я уже и дырочки делала вот этот вариант он сидит прямо помните хотела заколоть иголочкой сейчас я здесь делала даже на грудные вытачки для того чтобы красиво сидит с на грудными вытачками тут у меня как бы вот там я дырочки специально сделала для шнурочка то есть я бы связала шнурочек сюда дальше у меня идет как бы баска в общем тут не видно сейчас попробую сказать чуть чуть пониже значит вот у меня тут сзади сзади ниже где повыше и в общем то как бы я вязала вязала все мне вроде устраивало устраивало понятное дело идут увели в каждую петлю вот эти поэтому она бахматится после стирки это все разглаживать плюс рукава будут это все раз расходится все нормально цвета опять расстегнулась это один вариант у меня еще есть второй вариант сейчас сейчас я заколю и второй вариант у меня есть она тут по-другому немножко горловина сделана смыкается вот так вот эти полы и как бы вот уже в районе талии я должна была зафиксировать допустим кнопка какой-то то есть нет у меня тут для пуговиц ничего вот идет идет она тут я не стала даже довязывать то есть бросила опять-таки на наталья здесь мне нравится руках и в общем то если я однозначно мне нравится нравится полочка вот этот узор на полочке все мне это нравится и я его однозначно оставлю или руках мне очень нравится я вот тут не собирала особо то есть такой свободно хотя чуть-чуть тут собрала там в каждое второе в каждой второй петлю я подсобрала ровная связала немножко подсобрала и вот такие изнаночные дорожки и все мне нравится в рукаве то есть вот две части которые мне нравятся дальше я не могу я не вижу вроде как целого этого целого не вижу из-за этого у меня печаль печальность у меня работа застопорилась меня два варианта и ни один меня по сути как не устраивает так как надо и пока я как бы целого не увижу я дальше не продвинуть в общем пока застопорилась то есть есть отдельные части которые мне нравятся на это все мне нравится цвет то есть я не разочаровалась абсолютно мне в принципе нормальная пряжа изначально вообще-то собиралась сделать v-образную горловину с цель на вязаную и в общем то я так и начинала делать но в процессе у меня то мне узор не понравится которая туда вставила дело как-то мне на не раз его перевязывала перевязывала в итоге нашла вот этот узор и решила с ним сделать и вот так вот мне вроде как все и нравится ну вот как-то пока в целое не сложилось напишите было ли вам занимательно хотя бы это видео я решила поделиться своими такими буднями в вязании я вам конечно желаю хороших результатов в любом случае чтобы от начального момента и до самой самого конца вашей цели у вас все складывалось все шаги были продуманы и итог получился такой который у вас удовлетворяет чтобы вы одевали и все у вас было красиво то есть вы себе нравились это в первую очередь ну это важно для чего мы вяжем чтобы чувствовать себя красивыми чтобы работа была интересная чтобы получить комплимент всего доброго спасибо что были со мной до новых встреч